Всем привет, ребят, с вами Томас. Сегодня мы с вами поиграем в DayZ Origins. Кто не знает, что это такое, это, скажем так, мод для мода DayZ. Такие дела. Я больше не знаю, как объяснить. В общем, есть всякие эпочи, есть всякие овервотчи, самые популярные, да, из них. Но также есть и DayZ Origins, который вышел, ну, примерно в то же самое время, когда и начали только выходить всякие эпочи и остальные популярные мода-моды. Вот, и, в общем, мне больше всего из всех этих модов для мода DayZ нравится DayZ Origins. Именно поэтому я сейчас играю в него. В общем, как объяснить, что такое именно DayZ Origins и что он из себя представляет? Для того, что... Это очень долго будет, надо будет объяснять вам. То есть, скажем просто, да? Это хардкорный, хардкорный мод на выживание, плюс со строительством, плюс со всякими разными плюшками интересными. То есть, например, тут звуки изменены некоторые, тут что-то еще есть. Я уже не знаю, может быть, за тот год, за те два года, что я не играл в DayZ Origins, много чего изменили. Вот вы сейчас, например, можете слышать, что звуки... Слышите на заднем плане? Видите, хотел сказать. Слышите звуки на заднем плане? Их изменили. Ну, например, если сравнивать с тем же самым простым обычным DayZ модом. Такие вот дела. Сейчас я приму обезболивающее. Кстати, посмотрите, сколько у меня лута. Круто, да? Вы спросите, откуда он у тебя? Откуда? И почему у тебя меньше половины крови? Я отвечу вам, ребята. Ну, отвечу я вам не словами. Я вставлю, наверное, вставлю тот момент сейчас в видео. Так что давайте, вот прямо сейчас, пока я буду перевязываться, мы перенесемся с вами в прошлое. Перенесемся с вами к моменту перестрелки этой ночью. Добро пожаловать, ребята, в DayZ Origins. Добро пожаловать, ребята. Итак, в общем, это мод для мода. Сейчас я отобьюсь немного от зомби. Не смотрите на то, что сейчас все черно-белое. Это все потому, что я сменил гамму, потому что ночью здесь совершенно нереально играть. Сейчас забинтую рану. Не знаю, почему этот чел меня не убил. Видимо, потому что не попадал по мне. Но у него была куча лута, и поэтому я сейчас пойду за этим лутом. О, я бандит. Шикарно. В общем, давайте, ребят, я днем, наверное, включу запись уже, чтобы объяснить вам, что почем, потому что... Да. Потому что, ну, ночью практически нереально что-то... Что-то снимать и о чем-то говорить. Но сейчас я залутаюсь. Итак, сейчас вы, ребят, увидели этот момент перестрелки. Это было очень прикольно, забавно. Вот. И это было ночью. Именно поэтому там все было черно-белым, таким темным. Вот. Ну, сейчас тоже черно-белое, но это... Это не от того, что ночь. Сейчас, на самом деле, день. Просто у меня крови очень мало. Поэтому все-таки им кажется черно-белым. И поэтому именно сейчас я бегу, ребят, в больницу. Вот тут, кстати, нужно быть осторожным, потому что люди, которые только начинают играть, они... Ну, то есть тут в этом моде дается на выбор несколько локаций, где ты хочешь появиться. И вот в этой локации она одна из самых популярных для появления. Рестарт каждые 4 часа по МСК. Окей, понял. Поняли. Поняли, круто. Вот. Эта локация, она одна из самых-самых популярных для появления, для спавна. Вот. Поэтому здесь очень много таких кипарей. И, кстати, при том, вот почему здесь опасно-то. Потому что люди, которые появляются, которые только-только появляются в игре, они появляются с пистолета. Вы только что видели, что у меня был Макаров пистолет, когда мы перестреливались с чуваком в этом городе. Кстати, вот он город. Это, по-моему, называется Тановск. Вот. Сейчас я бегу вон туда в больницу. Вон она, больница, насколько я помню. Но я, ребят, скажу вам, что... Ой, я уже говорил вам, что я 2 года, ребят, не играл в эту игру. То есть именно в этот мод я не заходил 2 года. И представьте, вот сейчас какие ностальгические чувства на меня нахлынули. Как это круто видеть все это снова. Просто очень круто. В общем, тут теперь зомби не просто бьют. Тут еще они могут заразить какой-то инфекцией, от которых... От которых... Ну, то есть от этих инфекций. Нужно излечиваться. Какие-то дополнительные штуки очень интересные. В общем, будем все это с вами по ходу изучать. Если вам понравится, то вы ставьте лайки, и я пойму, что вы хотите больше видео. Ну, какого хрена? Как ты меня увидел, говно ты собачье? Охренеть, у него какая-то хреновина в руках. Эм, знаете что? В принципе, можно на лестницу. Да, давайте. Не знаю, плохая... Наверное, это плохая идея. Очень плохая идея. Лезь наверх. Потому что вокруг все тебя видят. Так. Спокойно. Ляжем, поваляемся. Черт. Не смотрите, ребят, что я сейчас не могу... А, вот, все. Все, теперь могу. Хотел налево посмотреть. Вон, кстати, что это? Похоже... Похоже на пакеты крови. Это очень классно, потому что мне как раз-таки кровь и нужна. Чтобы мне полегчало. Че за звук? Там зомби, случайно, не лезет по лестнице? Нет. Нет, нет. Это нормальные зомби. Так, ладно. Эй, ну... Снаряжение. Что тут есть? Неизвестные таблетки и укол адреналина. Возьмем, пригодятся. Почему нет? Неизвестные таблетки. Что это вообще такое? Распознать? Альказельцер мне сейчас не нужен. Альказельцер? Серьезно? Окей. Так, на самом деле мне вниз нужно. То есть там внизу... Там внизу нужно будет разбить окна. Кстати, разбивать окна здесь либо топориком, либо бросать банки. Вот эти окна. Вот. Не снимет ли меня кто-нибудь сейчас? Вот куда этот зомби бежит? Ну какого хрена он сюда бежит? Явнюк. Чёртов ублюдок. Вот самое-самое интересное, ребят. Я залутался. У меня очень много всего. Кстати, у меня даже рюкзак есть, но почему-то его не показывают. Вот он, рюкзак. Патрик Пэк. Вот. Но самое интересное то, что меня сейчас в простой ситуации зомби могут завалить. В принципе, я могу умереть и здесь резнуться, ребят. Это будет неплохая идея. Может, так и поступим? В принципе, резаться здесь как бы не сложно, поэтому... Да, давайте так и поступим. Сейчас спущусь по лестнице и дам зомби себя зафигачить вот где-нибудь в этих ёлочках. Вот. Потом прибегу сюда и заберу свой лут. Думаю, так будет круче. В общем, карта это новая. Это не Чернорусь, как вы уже успели понять по всем этим новым... Ну, по этой деревушке. По названию Этановск вы, наверное, скажете. О, такого же не было в Чернорусе. Какого черта? Что это такое? Давайте где-нибудь здесь я сдохну, пожалуй, в этих деревьев. Чтобы знать где. Вот. Эта карта называется... What the fuck? Какого черта, что это было? Карта называется Тавиана. Переделанная карта Тавиана. Тавиана это, ну, изначально для Армы 2 просто карта, как бы, чтобы военные действия, там вся фигня. Try again, конечно. Вот. И для... Вот, смотрите, вот снизу написано тоже, читайте, что там написано. Там очень хорошие подсказки, нужные. Ну так вот, карта Тавиана. Измененная карта Тавиана. Вот. И поэтому, если вы захотите играть в этот мод, то изучите карту Тавиана. Для начала. Я знаю, что тут есть город Севен. Я знаю, что тут есть еще какие-то города. Я уже все позабывал, черт возьми. Но здесь очень много интересных мест. Просто очень. Здесь есть огромные города такие. Прям вот реально огромные. С такими страсами крутыми. Да, очень-очень много всего интересного есть в этом моде, ребята. И вот так вот, ребят, кстати, выбирается персонаж себе. То есть ты можешь выбрать женщину, либо мужчину. У каждого из них есть своя история. Вот этот, например, Дмитрий Сальников Тавиана. Возраст 18. Студент. Дмитрий has always preferred living in books to living in the real life world. In the real world. Короче, он предпочитал... Это чувак, в общем, такой, типа ботаник. Ботаник, в смысле... В смысле, учился много. Много книжек читал. Там дома сердце, вся фигня. Вот. Есть Антонио Бетти, итальянец. Есть Томас Бак. Уоткинс. Студент. Уоткинс. Томас. Бак. Шикарно. Вот его я и выберу. Черт возьми. Вот. Есть Камени. Есть Метровицы. Есть Севен. Есть Белов. Есть Титановск. Тут написано ПВП-зона. То есть это... Какова вероятность вступить там с кем-то в битву? Здесь 75%. Здесь 90%. Здесь 25%. Здесь 85%. Но самое главное, что... А, еще здесь 65%. Но самое главное, что вот. Chance to survive. То есть чем больше процентов ПВП-зона, тем меньше шансов на выживание в этой зоне. Ну, то есть все логично, ребят. Все логично. Но я всегда выбираю Этановск. Вот мы как раз здесь и умерли с вами сейчас. Твою мать! Вертухин! Черт возьми. Вот это клево. Вот, как я и говорил, вот в этом леске, ребят, появляются абсолютно все, кто лесается в Этановске! Серьезно? Вы серьезно, что ли? Какова вероятность того, что эта машина рабочая? Это ванная, точнее. Это, кстати, самодельные машинки. Так, ребят, тут есть два колеса. И она тут стоит, лагает. Давайте посмотрим, что тут не хватает. Ванномобиль! Снаряжение. Ёб твоё! Сколько всего! Чертежи мало, гараж. Нет-нет, возьмем бизон нафиг. Автомат нужен. Бензобак, автомобильное стекло, большое колесо, двигатель, запчасти. Если тут... Ребят, если тут есть сейчас инструменты... Может, разводной ключ, это есть инструменты? Часы. Набор отверток. Так, большое колесо. Давайте попробуем поставить. Включить меню ремонта. Починить мотор. А-а-а! Тут все состояние плохое. В общем, тут очень много лута, но... Тут все придется чинить. Хотя, подожди. Тут же все и есть, бензобак! Ёб твою! Надеюсь, меня сейчас никто не палит со стороны. Потому что, ну какого хрена? Он резнулся. Почти целый. Включить меню ремонта. Так, что я там взял? Бензобак, да, я взял? Сустя, неплохой. Не хватает чего не хватает. Тулс. Старые клешни не хватает. Так, ладно, хорошо. Хорошо. Посмотрим, есть ли тут старые клешни. Кодовый замок. Палатка для кемпинга. Морфий. Либо все это просто забрать и... А, вот старые клешни! Есть! Шикарно! Обалдеть просто. Просто обалдеть. А, ну тут все равно у меня одного колеса не хватает. А что если этот чел здесь... Недалеко сейчас? Ищет колесо. Так, ладно, надо быстрее попробовать. Давайте попробуем поставить, ребят. Хотя бы прокачаем навык. Бензобак поставим. В смысле не хватает? Все хватает. Бензобак у меня есть. Чего не хватает? Материалы один. Снаряжение. Вот же бензобак я взял, черт тебе дери. Ремонт. Вам нужно изучить... Ага! В общем, здесь все плохое, ребят. Здесь все плохое. Мы не починим это. Видели, там было написано, что бензобак пробитый. И, короче говоря, его нужно чинить. Вот. Поэтому нафиг. Лучше все просто забрать отсюда. Самое-самое интересное. Разводной ключ у меня есть, по-моему. Саперную лопатку возьму. Все это пригодится, ребята. Все это пригодится. Чертежи малый гараж возьму. Чипсы чипсоид. Отлично. Кодовый замок. Две штуки. Зеленый спрей запчасти. Ничего я-то не буду брать, ребят. Если нам нужна будет машина, мы с вами соберем. Как-нибудь, но соберем. Все, а теперь... Биз... Ой, ой, ой. Бизон с вами нашли. Охренеть можно. 64 патрона. 64 патрона на автомат. Это как же должно было повезти, блин? Обалдеть просто. Ребят, если вы скажете, что я мог починить эту машину... Нет, я вам скажу, что не мог. Потому что мне нужно было изучить кучу книг. Тут есть какие-то книги для изучения. Типа, если ты не прочел эти книги... Не прочитал эти книги... То ты не умеешь ремонтировать там... Не умеешь ремонтировать бензобак. Не умеешь его ставить. Короче, я говорю, этот мод очень-очень хардкорный. То есть здесь вот... Все так на реалистичность. Упор на реалистичность. Вот такие дела. Именно поэтому здесь есть всякие истории у выживших. Есть какие-то... Ну, то есть... Такие навыки определенные. Для каждого выжившего они свои. Такие дела, ребят. Такие дела. Сейчас я бегу к своему трупу. Я даже не знаю, что забрать у него. Топор, наверное, заберу. Потому что... Ну, как бы топор нужен. Бизон я оставлю... У себя. В смысле? У себя оставил мой труп. Смотрите, сколько вот прям... Прям куча лута. Я не знаю. За мной могли следить сейчас, на самом деле. Я бы так и сделал. Кепок очень много. Поэтому... Взять Патрик Пэк. Ой, что? Не-не-не-не-не. Не-не-не-не, ты че? Ты че? Томас? А. Там было написано, от чего я сдох, типа. Так, зомби это очень плохо. Зомби это очень плохо. Давайте попробуем оббежать. Там человек? Это человек. Это человек. Видали? Я же говорил вам. Подождите, это точно человек? Там был чел с каким-то ключом, или вроде того. У меня была канистра. Серьезно. Нет-нет, это зомби, это зомби. Так. Вроде никто не бегает. Нет, бегут все-таки. Все-таки бегут. Все-таки бегут. Сейчас. По-быстрому порешаем их топором. Тут они не так легко ложатся от топора, ребят, я вам скажу. Я имею ввиду, как, например... Так, топорик вниз. Бизон забираем. Боле утоляющие. Кодовый замок еще один. Не-не-боле утоляющие. Все, забираем. Нет, кодовый замок один возьму, наверное. Тряпка для кровотечений. Морфий. Еще две штуки. Канистру с топливом нахер оставлю. Бинокль. Вместо... Вместо Макарова возьму лучше, наверное, тот... Там СА-6. Хотя нет, 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 нет. Истолет-пулемет. Нафиг он нужен. Лучше обычный Макаров с тремя обоймами. Думаю, это будет правильный молоток. Разведной ключ. Есть охотничий нож. Нет перчатки. Да, я очень все это долго делаю, ребят. Поэтому, простите. Компас все есть. Набор отверток есть. Чипсы-чипсоид. Такого адреналина. Боле утоляю еще три штуки. Все, валим отсюда. Все, ребят. В общем, все, что нужно, я взял. Все, что нужно, я реально взял. Так. Теперь просто сваливаем отсюда. Я не знаю, в принципе, можно было пролутать этот город. Но у меня и так куча всего. Так что... Что это было? Так что, ребят, как я... Я вам предложу, как насчет того, чтобы просто свалить отсюда. Либо сидеть где-нибудь здесь и высматривать выживших. Кстати, многие раньше делали так. Вот забирались туда со всякими снайперками и отстреливали кепок. Прикольное было время, прикольное. У меня автоматик. Насколько я знаю, вот если бежать туда, то первый, самый первый город будет здесь. То есть вон в той стороне. Вот там есть магазин на окраине. Вот в эти дома можно забежать. Давайте забежим в этот дом. Наверное, перекантуемся по Бырику. Хорошая ли это идея? А мой рюкзачок с Патриком? Наверняка вы. Многие из вас сейчас смотрели на него все это время. Пока я бежал. Смотрите на него, какой он прикольный. Да. Такие дела. Вон про тот магазин я говорил. Стоит зайти в него, потому что еды у меня нет. В смысле, здесь вот что у меня есть? У меня все забито полностью до отвала. А вот у меня есть еда. Но она сейчас не нужна. Еще у меня есть чертеж. Вот здесь вот я не знаю, что должно находиться. То есть тут очень много всяких разных отсеков. Посмотрите для... Для всяких разных вещей. То есть будем с этим всем разбираться вместе с вами, ребят. Будем все это изучать и разбираться с этим. Блин, офигеть. Ну как повезло-то. Сначала чела убил, залутался. Теперь нашел, блин, ванна-мобиль, в котором была куча лута. Здесь барган стоит. Не смотрите на текстурки. Я не знаю почему, но они у меня не прогружаются здесь. Именно здесь. В DZ-моде все нормально. Как бы... Игра одна и та же. И графика, значит, одна и та же. Но почему-то здесь вот не прогружаются. Видимо, это... Не знаю. Что-то как-то от мода зависит. Ну ладно, не надо засиживаться. Я думаю, нужно сваливать. Давайте уйдем в лес, пожалуй. Хотя в лесу там жестко видно. Всякие инструменты, я помню, для машин мы искали вот в этих двух ангарах. Они такие самые популярные у нас были. Всякие инструменты мы там искали. Колеса. И так далее. А когда хотели кого-нибудь поубивать, мы просто садились в эти елочки и ждали, пока кто-нибудь пробежит. Серьезно, в этих елочках вот, не знаю. Никогда никто нас не замечал. Но повторюсь, это было очень-очень давно. Это были старые, веселые времена. Вон, посмотрите, какие там трассы. Прям вообще. А вон там вот, смотрите, постройки. Вот эти, вот эти постройки, это строят люди, как бы. Ну то есть, видели, да, замок-то сейчас? Вдалеке. По-моему, вот здесь вот тоже есть замок, но... А, нет. А, да-да-да, дальше. Точно, дальше есть замок, ребят. Ну, это нормальный замок, то есть, обычный, текстурный. А вот тот вот замок построили люди. Посмотрите туда. Охренеть, там чистоколы, блин, стоят. Вышки смотровые. То есть, это, знаете, этакий Дейзет. Вот, я вот честно, мне не очень нравится Эппоч. Вот сама атмосфера Эппоч. Потому что там все легко добывается. Там оружие легко добыть. Там вот чисто мод такой, чтобы повыполнять миссии, построить дом. Ну, такой вот мод. Как по мне, на мой взгляд. Это лишь мое мнение, поэтому... Не агритесь, ребят, пожалуйста. Не хочу никого обидеть. Я знаю, что фанатов Эппоч-мода намного больше, чем фанатов Ориджинса. Но я всегда из этих двух модов выбирал именно Ориджинс. Потому что, не знаю, тут своя атмосфера. Такая классная. Супер-классная атмосфера. Которая мне очень-очень нравится. А еще Патрик на спине. Вот, вы на заднем плане слышите музыку сейчас? Если вы вспомните, ребят, если вы напряжете свои... Свои чертоги памяти. То вы вспомните, что в DayZ-моде... Именно вот в DayZ-моде оригинальном таких звуков не было. То есть, эта музыка отдельная. И она, знаете, свою такую атмосферу предносит сюда. Привносит, предвносит. Блин, что со мной не так? Черт возьми. Просто у меня ночь, ребят. Поэтому простите. За оговорки. Ну вот эти звуки уже были. Итак. Давайте определим, какие у нас цели. Цели пока что просто побегать. Осмотреть все вокруг. Привыкнуть к карте. Такие вот цели первоначальные. Оружие есть. В принципе, можно поперестреливаться с кем-нибудь. Вы видели, что не так-то сложно... Ой, не так-то легко, в принципе, убить человека. Обычного даже. Кепку. То есть, тут все как бы вот так вот. Если ты куда-то попадаешь в руку, то у тебя там кровотечение начинается мелкое. Потом еще круче кровотечение. Или типа того. Вот. Но здесь, ребят, любая, любая кепка, ну то есть, любой чел, который не залутанный такой, с пистолетом Макарова, может убить любого залутанного. Ну только если он без брони. Как, например, был тот чувак ночью. Такие дела. Посмотрите туда. Какой охрененный замок. Жесть. Вон он, вон он. Я про тот замок вам говорил. Там частенько спавнились вертолеты раньше. Такой, знаете, как, как, нет, воробей. Или как, как-то типа того. Воробушек. Такой вертолет, типа как, типа как миссия в Vice City была. С вертолетом. Вот типа такого вертолета. Не бо... А, нет, стоп. По-моему, он боевой был. То есть там, там были пулеметы. Вроде как. И здесь вот, ниже этой, ниже этой крепости кстати, там зомби. Чуть ниже этой крепости там есть еще деревушка. И там мы часто находили всякие машины. Очень часто там спавнился раньше такой типа джип. Знаете, на котором правительство гоняет. Охрана правительства. Секретные службы какие-нибудь или вроде того. Вот такой вот джип. Крепость огромная. В принципе, можно было бы забежать. Так, таблитосы у меня есть. Все у меня есть. Что за звук? Продолжаем идти. Смотрите туда. Это, по-моему, это все... Стой, нет! Раньше этого не было! Здесь всегда, здесь всегда был пустырь. Походу, там что-то затопленное. Посмотрите. Ёп твою. Либо эта текстура не грузится, либо там... А вдалеке? Так, сейчас давайте к ёлочкам побежим. Хотя наш Патрик будет жестко на фоне ёлочек выделяться. Вот, кстати, вот она, эта деревушка. Мы к ней прибежали. Сейчас можно будет туда забежать по-быстрому. Просто осмотреть её. Так, а пока что сядем между ёлочек. И посмотрим туда. Да. Затоплено. Там вот машина. Смотрите, ЗИЛ. Где вроде того. Рыбаки какие-то. Так. Если лечь. Так будет лучше видно. Да. Всё затоплено. Что это? Машина, что ли? Это вон там, в серединке. Такие дела. Дальше ничего не видно уже. Или я просто не помню. А, смотрите. Там чей-то дом ещё. Видите? Вот такая вот оградка из ежей. Таких вот. Это значит, что там живут люди. Часто, кстати, даже лагеря строят. Реально. Вот выжившие, которые скопировались. Или просто друзья, которые играют толпой. Строят такие вот лагеря. В которые, в принципе, никак не попасть. В принципе. Наш Патрик просто вообще... Если будет возможность, ребят, нужно будет заменить. Кстати, а на сколько он мест? Посмотрим. Патрик. Вот они, да, наверное? Места у Патрика. Шесть мест. Понятно. Ладно. Если будет возможность, ребят, то заменим. Вроде никого. Нужно чуть дальше пройти. Назад тоже лучше смотреть, потому что... Ну... В основном... Ой, блин, зомби тут далеко очень видят. Мы убедились в этом... В прошлой деревушке с вами. В Этановске. В основном люди, которые там рисуются, они бегут сюда сначала. Как и мы с вами прямо. Часто вот на вот этой вот парковке стоит такая, типа... Самодельная машинка. Ёб твою. У него капкан на ноге. Что за хрен? А там в доме... Другой зомби. Так, куда бежать? Куда бежать? Может быть, обойдем эту крепость? Может быть, так будет безопаснее, как считаете? Ну, то есть, вон с той стороны вот так ее обойти. Хотя... И, может быть, и Рокес нас не увидит. Ну, туда бы пробежать. Смотрите. Сайга 12к. Понятно. В общем, там еще зомби, поэтому нужно не торопиться. Вон, кстати, вот, вот о чем я говорю. Видали? Все-таки за два года они не изменили эту фишку. И там всегда спавнится вот такая вот машинка. Очень классно. Очень классно, что хоть... Че-то я тут знаю. Надеюсь, он меня не увидит. Я сейчас вдоль вот так вот пробегу. Пожалуйста. Пожалуйста, чувак. Не заметь меня. Нет, заметил. Ублюдок. Ублюдок долбанный. Можно, в принципе, сюда забежать? Хотя, не, не, нафиг. Не надо сюда забегать, бежим яс. Так, сколько за мной еще? Сейчас за мной где-то трое побежит, наверное. Вот тот еще загрится. Нет? Вау. Посмотрите, какая крепость. Классно. По-моему, бак с... С елочками, по-моему, все еще тут работает. Ну, то есть, так же работает, как и в Дейзетах. Блин. На топор нужно будет долго переключаться сейчас, е-мое. Может, легче по елочкам пробежать вон наверху? Он один. Он один, и он очень медленно поднимается наверх. Потому что он тупой. Да, сейчас, пожалуй, ребят, вон за тот камень пробежим, как бы, поверху, да, чтобы зомби от нас отстал. Вот, и потом будем уже что-нибудь думать, что-нибудь решать. Вот здесь вот очень часто прячут машины. Вон за теми камнями вертолеты прячут на этой горе. Очень часто, очень-очень часто, ребят. Палатки ставят, чтобы вот складывать. Вот, вот так вот выглядит деревушка. Я забыл, на самом деле, как она называется, поэтому простите меня. А машина чаще всего, ну, такая, типа, спецслужбовская машина, Реслась вон там, между теми домами, видите, вот где две машины и два гаража. Вон там. Чаще всего там рислась машина, такой джип шикарный, камуфляжный, либо черный. И его можно было собирать и на нем гонять. Причем очень удобно так, знаете. Такие удобства прям в нем были, в этом джипе. Поднимай, поднимай голову, черт. О, как хорошо отсюда все видно. Наверное, и меня хорошо видно. Церкушка. Вон там вот тоже часто, вот в том леске, леске, леске люди шарятся. Очень-очень часто. Да нет, не так уж сильно меня и видно. Я как бы с камнями так сливаюсь. Кстати, я же бандитом был. После того, как того чела ночью убил. Вон еще тачка, видите? Кстати, она тоже раньше там рисалась. Очень прикольно, очень-очень. Ничего не меняется, а, ребят? Ничего не меняется. А, да, из-за этого оригинса. Ну, только функций больше, может, добавили. И всяких прикольных штук. Вот тут вот вертолет. Очень часто вертолет рискнулся раньше. Но так как мы с вами видели вертолет на Детановском, можно предположить, что люди забрали его отсюда. Починили побырику и забрали его. А, там промзона. Ясно-понятно. Что ж, ну тут ни машин, ничего. Я не знаю, что тут можно вам показать. Поэтому, думаю, смысла нет, да, забегать в эту девушку. Или что, или как. Зомби здесь, зомби. Здесь даже людей нет. Были бы люди, зомби хотя бы. Хоть как-то кипишовали бы. Поэтому, я думаю, отправимся вон туда. А, нет, стоп. Там же еще одна деревня. Вон там вот, видите? Там еще одна деревня, точно. И там есть пожарка в этой деревне. Вот. А за той деревней, вон в той стороне, уже начинается город. С такими высотками прям. С огромными супермаркетами. Я помню все это. И это очень классно, ребят. Поэтому давайте, наверное, побежим туда. А, и кстати, давайте осмотрим эту крепость. Ну так. С бинокля. Какая классная крепость это. Так. Вау. Бинокль просто вообще мега дальнобойный какой-то. Я ожидал меньшего, на самом деле. Вот там мы с вами пробегали. Вот сюда побежали. А потом в лес забежали. Вау. Какая крепость. Вот туда вот можно залезть. То есть на каждую из этих башен можно залезть и посмотреть, что там. Там реально есть лесенка. Ну мы очень часто с друзьями там падали. Там лесенка такая неудобная. Если два чела по ней пробегают, то один другого может столкнуть и просто... И просто... Тот, кого столкнули, может сломать ноги и сдохнуть. Так очень часто было. Даже не только в этой крепости. Еще и вот там вот внутри карты. Вот. Поэтому очень опасно туда заходить вдвоем. Так. Ну в общем, ладно, ребят. Давайте тогда здесь выйдем. А в следующей серии мы уже будем продвигаться чуть дальше. Будем продвигаться к городу. Вот. И... Не знаю. Решим. Там уже решим. Будем ли мы заходить в близлежащие деревушки. Вон в те, например. Или же мы сразу побежим в город. Который находится вон там. Там, кстати, в городе еще стадион есть огромный. Точно. Я забыл об этом сказать. Прям реально там арена прям. Там такие прожектора высокие. Знаете, очень круто. Очень круто все это. Опаньки. Это не я. Это не я сделал. Я знаю, ребят, что в этом видео экшена было... Ну, практически не было. Только в самом начале. Вот. Поэтому, если вы ждали экшена, то не знаю. То, возможно, вам стоит подождать следующих видео. Хотя, почему я об этом говорю? Почему? Какого хрена я об этом говорю в конце видео? В общем, ладно, ребят. Спасибо большое за просмотр. Я старался так атмосферно, знаете, комментировать. То есть я обычно стараюсь атмосферные игры атмосферно комментировать. Вот. Поэтому не судите строго. И, в общем, если хотите продолжения, то просто ставьте лайки, и я пойму, что вы хотите продолжения. Спасибо всем большое за просмотр. С вами был Томас. До следующих видео. До следующих видео.